приветствую всех и сегодня хотел бы говорить о такой вещи как где покупать аудиотехнику и к этому вопросу приходят очень многие люди ну конечно же самый простой ответ это идите в аудиосалон если у вас в городе еще есть аудиосалон и класса хай фай хай энд выбирайте там и там вам грамотные консультанты подскажут что лучше ну существует такое мнение что вас скорее всего обманут разведут но мне кажется это не не жизненно нет никакого интереса у консультанта вас начнут там разводить у него конечно есть разная техника но с другой стороны вы просто поймете что он понимает намного лучше вас и любой его совет он будет лучше совета того который вы бы себе придумали или вычитали поэтому все равно его выбор намного лучше чем выбрали лично бы вы не имея никакого опыта поэтому это самое простое вы получите гарантию вы получите аппарат и это наверное номер один если у есть такие салоны идите в магазин выбирайте минус какой из этого ситуации ну так как современная техника стоит дорого то соответственно это будет дорого плюсы какие вы получите совершенно новую вещь на который там никто ее не трогал там есть инструкция и так далее есть гарантия вы можете если сломается там починить и так далее в общем то новое тоже ломается конечно это плюсы номер второй в этом плане это покупка за рубежом но я думаю что сегодня покупка в той же германии или сша просто падает потому что я не представляю там еще и работают линии я что могу реально зайти на ибей и что-то купить я не знаю я последний раз покупал году в 2014 поэтому я просто не знаю ребята напишите в комментариях можно ли сейчас покупать на ибей ну учитывая вот эту риторику антироссийскую мне кажется что-то это сомнительная какая-то авантюра и не факт что вы купили а тут же все захерили и вы лишились денег в общем ответьте я не знаю и у меня желание пока там ничего покупать нету потому что там цены в евро и достаточно все это неадекватно по ценам вечно потому что все хорошие из европы давно вытащили остался это помойка по сути там вот но вдруг вы найдете какой-то бриллиант среди помойки и будет здорово вот и остается единственный вариант это япония и китай но китай по классу звука конечно же до японии не дотягивает ему там как раком до луны пятится до японии но тем не менее там тоже есть очень хорошие вариации ну например сапах они неплохо делают а вот что касается остального конечно же япония тут и маст хэд такой и действительно купив японию вы очень сильно сэкономите и получите отличный результат но с одним условием понимаете вот я если куплю в японии я получил скорее всего это не всегда отличный результат потому что у меня есть большой опыт и и мой глаз сразу видит на очень плохой некачественной картинке все возможные косяки нюансы в чем меня пытается обмануть вы этого просто априори не сможете понять то есть если я вижу что у него задние болтики немножко прожарили то я сразу скажу ой блин это же там утонувшая там вонючая херня и я такой и даже даром не буду брать а уже не поймете или вы не посмотрите какой-то город где он спасает окажется фукусима который была ядерная катастрофа или хиросима понимаете ну там есть очень много таких нюансов которые конечно ну смысла нет раскрывать да все прямо выкладывать да потому что ну я тогда как будут как минимум существовать и любой так человек скажет что это нереально вот поэтому есть определенный риск но если у вас все прям прокатит все хорошо вы сможете здорово сэкономить поэтому если вы такой рисковый человек то можете рисковать и очень классный профит получить а потом набиравшись опыта в принципе это все конверситировать в деньги даже свои потери и утраты вы сможете в итоге конвертировать деньги вернуть все потерянное да теоретически если конечно придет опять постмажорные обстоятельства когда там япония станет опять недоступна и вот поэтому такой вот прекрасный вариант это япония по аппаратуре ну и последующий вариант и последний вариант наверное это покупка на интернет-площадках интернет-площадок у нас по сути две это авито и мешок на мешок он больше знаете специализируется сейчас на данном момент и какие-нибудь cd blu-ray диски купить ну dvd диски купить техники там конечно не так много а вот на авито много но вы знаете что там огромное количество мошенников соответственно ну стало менее опасно покупать на таких площадках я же конечно же не знаю других людей я не могу вот я вам скажу купите на авито вы пойдете вас обманут и вы там пойдете на 50 100 150 300 тысяч рублей да я не могу это конечно же порекомендовать в этом плане что я не могу дать гарантии я вам подсказываю что можно на авито можно на мешке купить и если вы ну как бы уверенно в человек то можете купить вот единственный вариант в котором уверен лично я логично что я уверен лично в себе у меня есть достаточно количество техник которая выбрана прям вот за best лучшие лучших и я именно ее предлагаю когда-то это очень дешево когда-то ты не очень дешево мне кажется тут вариант такой что и либо вы имеете гарантию что вы точно получите исправный аппарат и будете наслаждаться звуком ну дешево не дешево это второй вопрос какие-то аппарат у меня дешевые какие-то вообще там по себе стоимости какие-то дороже но главное что вы их получите это вот сто процентов поэтому для себя определяйте если вам важно дешевизна то тогда попробуйте сами купить но вы можете попасть и потерять все деньги которые у вас есть вот может потеряться груз может прийти неисправное может быть прийти неисправное которое невозможно починить и так далее вот я предлагаю вещь которые работают а уже цена устраивает или не устраивает то это уже сами есть рынок вот есть аппарат за такую цену который человек предлагает просто это его личный аппарат и он лично за него хочет день не устраивает тебя такая цена иди найди лучше но проблема в том что лучше то нет цены а там или есть такая лучшая цена но не поймешь кто продает и ну скорее всего кидала да и вот начинается оскорбление того человека который сидит реально а это то есть опыт это все финансы ребята не думайте что те люди которые что-то предлагает они просто с неба спрыгнули и вдруг вам начали что-то предлагать нет они потратили очень много своих финансов чтобы в это все вникнуть понять как бы пройти все подводные камни споткнуться любые вот эти запинки которые там были потерять большое количество денег и стать наконец какими-то знатоками в этой сфере поэтому когда вы смотрите на цену это квинтэссенция оплата не только за аппарат но и за то что человек смог вам его притащить из огромной кальдали исправный в отличном состоянии работающий так далее так далее и чего вы бы в большинстве случаев бы не смогли сделать если вы хотите попытаться то есть я вообще не поварию пожалуйста пытайся наборо пробуйте сами если вам эти деньги там 50 тысяч не очень принципиально рискните вдруг получится а вдруг не получится я просто предупреждаю нет того что тебе я говорю вдруг не получится таки ой уланды нам говорит что у нас не вдруг просто я сразу у вас настраивалась а если не получится то есть готовы ли вы расстаться с 50 тысяч если готовы то попробуйте вы получите неоценимый опыт, и может быть это в дальнейшем вам ничего и деньги будет приносить. Но, если это у вас последние деньги, ребята, ну, это дебильная идея рисковать так. И это вам честно скажу. Итак, значит, единственный человек, вот когда мы говорим про площадки, ну, Авито Мешок, из которого лично я могу на 100% поручиться, что это точно вещь будет у вас, это я. Я знаю много людей, которые там, ну, со мной общаются, да, ну, ребята, ну, как любой человек, каждый человек может поручиться вот на 100% только за себя. Вдруг у кого-то там умерла бабушка, мама, продали квартиру, попал в какую-то кабалу, и он решил не выплачивать там свои долги, да. Поэтому, я не имею каких-то долгов, поэтому я могу гарантировать только за себя. И вот у меня есть ряд техники, которые я расскажу. Нравится, пожалуйста, есть наличие. Не нравится, цена не нравится, найдите лучше. Но гарантии уже, что это будет лично у вас, я не могу дать. Я также не могу гарантии дать, что это лучшая цена там в России или СНГ. Просто эти аппараты, которые точно есть, которые точно будут у вас, и которые точно работают. Это то, что я могу гарантировать. Я это гарантирую. И это аппараты, выбранные уже, лучшие из лучших, и сейчас, во второй части. Я расскажу, что у меня есть, что в них хорошего, что плохого, а вы уже, пожалуйста, сами решайте. Ну, цены я назову, но если я помню. Я не все помню. Когда я цену ставил, я это рассчитал, какие были затраты, там, и так далее, что я хотел бы с этого получить. Наценка не очень большая. Если вам кажется, что наценка большая, то вы просто для себя в голове держите, что в разные периоды, когда я покупал, доллар был то 50, то 140 рублей за доллар. Поэтому вы тоже это учитывайте, и не думайте, что кто-то там хочет кого-то схитрить. Просто никто не хочет терять. Если он вложил, там, например, 190 тысяч рублей, то хотя бы 210-220 тысяч с этих денег за почти год вложение этих денег, потому что 7 месяцев мне товар шел с Японии, 7 месяцев, и потом еще его продавать надо. После того, как ты сам послушал, насладился, получил свой опыт. Ну, то есть практически год. И вот за год вложения такой колоссальной суммы 30 тысяч, мне кажется, это вообще ни о чем. Но если вам это принципиально, я говорю, рискуйте сами, пробуйте сами и так далее. Если вам цена не нравится, опять же я напоминаю, что был доллары 50 и 140. Поэтому, когда кто-то хочет обвинять, вы сперва подумаете. Если вы купили что-то по 140 за доллар, за сколько вы будете продавать? В три раза дешевле, чем вы купили, но это идиотизм. И таких людей, которые в этот момент, когда была сложная ситуация, купили большое количество техники, очень много, и никто вам даром не отдаст, ребята. Постепенно это все урегулируется, но не сейчас. Ну, год, может быть, это пройдет. Если готовы ждать, пожалуйста, лучше подождите. Итак, переходим к позициям, которые у меня есть. Ссылки на технику я оставлю в описании к видео. начну, наверное, я с вот этой полочки. И вот здесь у меня прекраснейший, идеально работающий Denon PMA 1500R аппарат с пультом дистанционного управления, двойное моно, два трансформатора. Ну, крутая штука и всего 46 тысяч. Это абсолютный must-have, учитывая, что его последователь Denon PMA 1600R стоит 360 тысяч. 360 тысяч 46. 360 тысяч 46. Лучше ли 1600R? Да, он лучше. Он лучше, ну, процентов, наверное, на 25-30. Вот, но по цене он, как вы видите, лучше, судя по всему, на 80%, да? Или на 800%, насколько там. получается. То есть, колоссальная разница в деньгах, поэтому это офигеннейший аппарат за халяву. то есть, абсолютный must-have, тем более, в идеале, 100-вольтовый. Надо ему еще штиль 400-ваттный купить за 4300 рублей. 400 ватт, 100 вольт. И будет счастье. В общем, шикарный аппарат. Также продается еще вот такая вот штука, это SMCL D6. Покупал я его за 13500, и продаю я его за 13500. Там есть и балансные выходы, и все такое. Вот недавно ко мне человек заходил. Ребята, моя беда в том, что я не могу оценивать настолько простую технику. Вот, ну, человек послушал, он сказал, что звучит офигенно. Ну, по сравнению с аппаратом, который стоит 90 тысяч, ну, что он, да, конечно, хуже звучит. Но вообще, ему понравилось. Вот, я это не могу, к сожалению, оценивать. Это уже, ну, совсем не мой уровень, но я просто его продаю за сколько купил. Я не знаю, сколько он там на Авито стоит, потому что я говорю, что колебания курса, они разные. Может, сейчас дешевле, может, сейчас дороже. Мне, честно говоря, пофигу. Если я 13500 купил, 13500 он стоит. То есть, вообще, ну, по себе стоимости, как я его купил. Хотите, пожалуйста, не надо ждать, все сразу, через три дня это у вас будет. Уже все новое, все по идеале, и так далее. Вот такой вот аппарат. Ну, особо желания нет, потому что это абсолютно раритет, плюс тут уникальные боковины, красивейшие, деревянные. По умолчанию там, они, кстати, у меня есть оригинальные, они пластмассовые, говнецо было такое, и это убрали, и они у меня есть, я вам их отдам без проблем. Здесь абсолютно шикарный, пролаченный, такой хендмейт, ну, очень классно выглядит, потрясающе. Аппарат на это, 1541, это грюндик, CD7550, ой, 1740, 1740, ой, 1540, ребята, это 14-битный, абсолютно уникальный, 14-битный звук, потрясающий. Ну, дешево я это не отдам, ну, так бы я хотел 50 за него, потому что это абсолютный раритет, но 45 я бы отдал, но тут все просто в идеале, и там все в идеале, вот, но особо желания нет, поэтому такая цена, и его хрен найдешь, хрен достанешь, и тем более в идеале, и так далее, вот, поэтому нету особого желания, такие уникальные вещи, вообще продавать, но если вдруг, то есть, в прекрасном состоянии, ну, а сверху такая штука, это опять же, релейный регулятор громкости, китайский, неважно, за сколько я его покупал, и я его не продаю, просто он у меня есть, не так, не то, что он там вообще, такой абсолютный must-have, он где-то предтопового класса Hi-Fi, ну, просто, из тех устройств, и, кстати, он не дешевый, нифига, из тех устройств, что вообще я встречал, остальные были хуже, для предтопового класса, выше предтопового он не тянет, по качеству, вот этот, релейный регулятор, но он классный, короче, он у меня есть, он дорогой, и он мне нравится, я его не продаю, вот, дальше, есть такие вот вещи классные, это, лайт дак, вот у меня их три штучки, ну, у меня было их больше штучек, потому что, когда я понял, что, возможно, в общем-то, вся техника, вообще станет недоступной, я просто взял сразу, упаковочку, потому что ЦАПы достойные, мультибитные, там 8, туда 1543 стоит, звучит хорошо, вот этот звучит лучше, чем вот этот, но и стоит, вот у меня он там, за 22 тысячи рублей, за штучку, ну, покупался как раз, вот, не в самый выгодный, курсовой диапазон, ну, так, как получилось, а звук хороший, входа только оптика и коаксиал, поэтому, если, надо к компу подключить, то вот такая платка, тоже пока есть, 2500 она в Китае, 3500 я ее даю, потому что, ребята, за даром, за также за 2500, никакой смысл ее отдавать, или сами купите на Али, это SM6631, драйверов не требуется, тритактовый генератор, обалденная штука, вход USB, выход оптикой, коаксиал, офигенная штука, у меня их несколько штучек, таких, ну, как несколько, у меня их две штучки, но, ребята, одна из этих штучек, это лично ваша, она не продается, потому что, и одну я еще сам использую, я точно такую же использую в своем, в сетапе, она у меня еще там лежит, а где подключена, ЦАПу, а эти, из этих штучек, одна ваша, потому что, если вы помните, я, деньги, которые скидывались на колонки, когда у нас это не получилось, я сказал, что я, тем, кто скидывался, отправлю, FX-Audio, FX-502S Pro, и вот такую вот платку, это вот одна из них, вот, как раз ваша, я в ближайшее время, хочу кому-то отправить, чтобы запустить этот тур, чтобы вы все это послушали, и потом, когда это все прослушают, кто участвовал, в сборе денег, мы, какой-то рандомный генератор запустим, и кто-то выиграет, кто-то транспорт выиграет, кто-то усилитель 502S Pro выиграет, и та, и другая вещь очень классная, вот, и, ну, дальше идем, вот такой ЦАП, абсолютно уникальный, сейчас такой просто, не купить, это FX, ой, FX, блин, Audio GD, NFB1 DAC, уникальный ЦАП на САБР-918S, восьмиканальном, и он без обратной связи, поэтому очень живой, очень мелодичный, ну, вообще, офигенный аппарат, абсолютно офигенный аппарат, вот, он у меня 79 тысяч продается, ну, кто-то скажет, там, типа, ой, его можно было когда-то купить, там, и дешевле с рук, ну, идите купите, где вы сейчас такой купите, нигде вы такой не купите, новый, еще дороже стоит, и так далее, короче, классная штука, вот, реальный high-end класс, очень хорошая штука, дальше, из такого хорошего, что я вам могу показать, ну, вот этот аппарат, это, Infineon Merus MA-170, он мне не продается, видите, он у меня уже подключенный, я иногда просто хвалюсь, какой прикольный звук, бывает, в каких маленьких коробочках, такой, мосфетный, густой, а вот он же, ну, такой же новенький, да, вот в коробочке, этот продается, без блока питания, блок питания продается, но отдельно, если захотите, но он не очень хороший, он бучный, вы можете лучше сами купить, вот, поэтому я блок питания продаю по себестоимости, там, 1600 я его как купил, так блок питания отдельно и продается, в общем-то, если ходить, тоже есть, по ссылке на Авито, зайдете, посмотрите, ну, также можно посмотреть по ссылке, на сайт hi-fi-audio.ru, но там я выложил только дорогие модели, потому что всякую фигню копеечную, там уже это, ну, влом оформлять, вот эти, ну, короче, оно не стоит того, короче, там прибыль, пиво попить, поэтому это, на Авито есть, а на hi-fi-audio.ru я не стал, этот пульт я, кстати, отдельно покупал, и как это не смешно, вот он стоит 200 с чем-то тысячи, это программируемый пульт для Yamaha AX1, ну, ресивера, хаинного, я здесь где-то покупал, и такая вот штука, дальше едем, ну, вот этот вот, виниловый проигрыватель, он пока не продается, потому что у него есть проблема, когда я ставлю иголочку, он на некоторое время, ну, где-то на 5, на 3-5 секунд теряет скорость, ну, так вот, ну, короче, а после этого он стабильный, поэтому я его не могу, конечно, никому предлагать с такой фигнёй, а так, потом, конечно, он идеально работает, без проблем, башка там офигенная новая, вот, но, я его сперва отдам в ремонт, мне мою машину починить, чтобы я его отпёр в ремонт, и тогда он будет в продаже, короче, ну, классный середнячок, офигенный, вот, ну, и за достаточно доступные деньги будет сравнение, на самом деле, он особо ничем от 1200-го не отличается, кстати, тоже такая неподъёмная дура, блин, я вот сейчас, прям вот сейчас, охренеть можно от веса, вот, дальше, ну, здесь у меня, так, беру коробочку, ну, кстати, тоже, я не знаю, продавать, не продавать, это у меня мать двухпроцессорная, на Озионе, ну, пока, не знаю, попробую, всё-таки ещё пока не буду продавать себе, собрал я это лично, вот, это потрясающий, предхаендный аппарат, Marantz PM14SA, выше него был только, просто 15-й, и он ещё такой выше был, там вообще, такая лошадь, потихоненная, балансный аппарат, потрясающий, мосфетный, густое звучание, очень прозрачное, очень колоритное, ну, классная штука, короче, у меня она там, 218 тысяч рублей, купил я его где-то, 195, что ли, ну, что-то, короче, 190 тысяч рублей, примерно, я его купил, вот, ну, если вы готовы, за меньшую, как бы, наценку, вкладывать такие бешеные деньги, на год, или на, ну, на срок, близкий к году, или дольше, то, пожалуйста, флаг вам в руки, пулемёт в жопу, честно говоря, никто не будет, такие деньги вкладывать, на такой-то срок, кроме идиотов, вроде меня, вот, ну, энтузиастов, что одно и то же, я энтузиаст, это примерно, слова-синонимы, так, дальше, потрясающий аппарат, это, кстати, стекло от компьютера, от моего, боковая стенка, поэтому не обращайте внимания, прекраснейшее состояние, начальный high-end, XenTAC 6950, чистый класса, ну, когда мощность прибавляешь, он из А выходит в АБ класс, и тогда там он 100 ватт, без проблем, транзисторный, звук потрясающий, суперпозрачный, полностью балансная схема, ну, крутейшая штука, пульт потрясающий, металлический, вот он, сейчас у меня там батарейки сели, а чтобы их поменять, надо болты реально выкручивать, видите, поэтому у меня пока без батареечек, ну, но он рабочий, полностью металлический, короче, вещь обалденнейшая, так, дальше, ну, здесь вот простенький аппарат, это, который входит в Алию Славы компании Техникс, простенький, это не значит плохой, он ультрааналоговый, по звуку, очень аналоговый, это Техникс Суа 900, технология совершенно запредельная, в нем используется, виртуальная батарея, и так далее, ну, короче, я уже рассказывал про этот аппарат, там язык сломаешь, сколько технологий, в него хреначили, и стоит он достаточно дешево, и абсолютно аналоговый звук дается, 35 тысяч он у меня продается, и весит он довольно тяжело, ну, тяжелый, ну, такая вот вещь, ну, работает идеально, конечно, вот уж потрясающий аппарат, Yamaha PC1002, притоповый класс Hi-Fi, настоящая балансная схема, потрясающая, мощнейший, тяжеленный трансформатор внутри стоит, из минусов только А1, вот видите, вот первое же значение, вот, минус 20 децибел, вот здесь вот 0, да, а здесь вот минус 20, это офигеть как громко, потому что он рассчитан был для студии, где музыканты пишутся, потому что он сразу прям включает 20, и на пульт это все пошло, вот, а в реальной жизни, ну, блин, это настолько громко, что это и слушать нельзя, на такой громкости, поэтому, здесь надо просто на него громкость, регулировать не на нем, ну, здесь просто выставить, что-то такое вот, на максимум, там, или на посередине, там, ну, как хотите, короче, а регулировать на ЦАПе, например, там, ну, громкость, и так далее, а так звук офигенный, ну, и стоит он всего 42 тысяч, то есть, на голову лучше, чем техник, но, всего 42 тысяч, ну, халява, я честно скажу, это халява, так, ну, это вы лицезрете мой сайт, hi-fi-audio.ru, который уже 7 лет, по-моему, работает, вот он тут и работает, идеально, причем работает, а это у нас вершина компании Marantz, Marantz PM11S1, тяжеленный, балансная вершина, великолепнейший Marantz 11S1, вот, на самом деле, он по звуку, ну, очень близкий, вот, 14S1 почти, ну, равный ему, вот, цена 220, по-моему, тысяч, ну, и цена, в принципе, такая же, ну, все шикарный, но, вот этот вот более густой, а вот этот вот более подвижный, более микродинамичный, короче, такая разница, а так, уровень класса, ну, это халявный класс, примерно одинаковый, итак, ребята, ну, это прошли, идем дальше, ну, эти штуки потрясающие, они не продаются, вот, эта штука потрясающая тоже, если такое, видите, берите, не продается, это DVD, Pioneer DV S10A, потрясающая детализация, офигенный аппарат, на M5i не продается, потрясающий аппарат, я наслаждаюсь, и тем, и другим, ну, и Yamaha, вот этими, да, потрясающим, вот, скрел, DVD стандарт, за 8000 долларов, ритейли, не продается, потрясающий аппарат, я на нем сиди тоже слушаю, и на этом я сиди, и супера, и DVD аудио слушаю, вот, аудио GD, АС-1, потрясающий аппарат, в принципе, точно такой же, как вот, тот вот, NFB 1 DAC, но этот новый, я его покупал, в Патефоне, офигеннейший аппарат, он не лучше, и не хуже, он немножко детальный, но менее певучий, чем вот NFB 1 DAC, стоили они примерно одинаково, ну, по крайней мере, стоили на тот момент, сейчас я не знаю, сколько он стоит, ой, вот этот потрясающий, совершенно аппарат, это GENON PlayMod 100, такой красавец, вообще капец, вот эти деревянные боковины, хоть они черные, они деревянные, рояльный лак, просто абсолютная прелесть, звук ультрапрозрачный, ультрагустой, ультравкусный, такой прям вообще, язык порезать, сок об этот, такая вкуснятина, абсолютная, ну, ребят, пока не продаю, что-то не хочу его, ни за сколько продавать, увидите, такой хватайте, вот, видите, в честь столетия DENON, и PMA 100, потому что это столетие DENON, блин, фокусируйся, что ли, вот, офигенная штука, ну, чем я пользуюсь, может быть интересно, вот я STIM, на 1,6 кВт, и, PowerMan стабилизатор, я использую, еще такая вот штука, прикольная есть, тоже хочу вам показать, это показывает, сколько какой аппарат потребляет, ну, как-нибудь я вам, это продемонстрирую, какой аппарат пушит, что я работаю, так, переходим, дальше, ну, дальше у меня есть, потрясающий, ультрамосфетный, первый в мире, полностью балансный аппарат, все схемы, включая, от предусилителя, от предусилителя до выхода, самого балансный, это Yamaha S2000, сейчас современный ее, ну, это современный аппарат, прямо, самая последняя его версия, называется, 223200, весит он 20 чем там килограмм, звук офигенный, очень богатый, шикарнейший, ну, и вот ниже, да, ниже него, я покажу, это, потрясающий, ультра-хоенный аппарат, это, DINON PMA SA, а, вот это, кстати, всего 180 тысяч продается, но для его качества звука, это просто халява, найдете дешевле, пожалуйста, как бы, флаг вам в руки, флаг штук в жопу, это без проблем, вот, но, это не исключает того, что аппарат офигенный, а, вот это вот, DINON PMA SA1, ну, это топ-хоен, тут одна вот эта, только ручечка же, стоит 1000 долларов, ребята, это Alps RK50, знаменитейший, полностью там, золотой там, вообще бриллиантовый, там, охренеть, какая технология, потрясающий там, фонокорректор, ну, то есть, это топ-хоен класс, стоимость у него была 10 тысяч долларов, или 726 тысяч йен, ну, для США он 10 тысяч долларов стоило, а для Японии 726 тысяч йен, а для Европы он стоил 8 тысяч евро, ну, это реальные ценники того времени, ну, конечно, аппарат совершенно сумасшедший, чистейший класса, в классе А он 50 ватт на канал, при 8 омах, соответственно, при 4 он 100 ватт фигачит, а его корпус это радиатор, он не 30 килограмм весом, ну, то есть, вообще, ну, вершина такая, а вот 353 тысячи он продается, ну, офигенно, что, в общем, друзья, вот на этом я, наверное, и завершу, это не сказать, что все, что у меня есть, но, в основном, большинство я причисляю, остались какие-то мелочи, такие там, такие малозначительные, какие-то совсем дешевые, вот, поэтому вот за это я гарантирую, пожалуйста, если вдруг что-то заинтересовало, то можете купить, если, или если вам кажется, цена не нравится, пожалуйста, найдите дешевле, и так далее, ну, на этом я завершаю данное видео, ссылки на эти позиции вы найдете в описании, разворачивайте информацию о видео, и там все увидите, всем пока, классного вам звука, и до новых встреч, ой, ребят, еще забыл о такой вот штуке, я про него рассказал, это Виктор, ЖАГ-8, если хотите, пожалуйста, 15500, там гетинакс, он вонял, я с этим спрашиваю, короче, вот он здесь стоит, ни в коробке ничего, не воняет, слава богу, но я так это, долго пытался этого достичь, наконец-то, у меня это получилось, все получилось, ну, звучит для бюджетки, очень даже хорошо, цена тоже, ультра хорошая, 15500, из минусов, я уже рассказал, когда я отмывал морду, от желтой, вот эта щелкография, там видно немножко, вот эта жидкость, которую я отмывал, вот она немножко развод дала, но вот отсюда уже ничего не видно, вот, ну и цена, короче, вот эта цена, это то, за сколько я ее купил, купил я ее за 14500, тысячу рублей я дал мастеру, который мне там его весь починил, посмотрел, заменил там кондеры, вот, и он абсолютно рабочий, немножечко шуршит, регулятор высоких и низких, громкость не шуршит, ну прям чуть-чуть они шуршат, непринципиально, остальное все вообще офигенно, вот их всего 15500, грубо говоря, 14500 плюс 1000 за ремонт, вот 15500 всего, он как я купил, ни копейки сверху не взял, доставка за ваш счет, пожалуйста, если есть желание, то есть,